меня просили показать модель моего шарфа как он связан будет вы сначала вяжите отдельно шарф тут ведь и лицевая изнаночная вязка вот просто отдельно шарф а потом отдельно вяжите горло она такой вот в два раза длиннее вы его складываете это горло сшиваете здесь и пришиваете молнию вот и получается так что вот так вот на молния закрывается под горлышко да в принципе очень легко вяжется да даже если я такой смогла бы связать до отдельно шарфик связали отдельно горлышко два раза связали выше и потом свернули его сшили решили молнию все я не знаю размер на не буду указывать каждый размер и по тебя не подбирает вот так вот вяжется все просто ребята да очень даже легко сейчас там сама посмотрел думаю как легко как-то не обратила внимание сначала на это потом мне попросили рута покажи как он связан вот ребята показываю длину шарфа вяжите какую вам надо и горлышко какое вам надо вот видите тут вот он вдвойне сложен все легко и просто не знаю но могу вам размер дать сейчас это замерю я сама длина шарфа 2 метра 10 сантиметров сейчас ширину скажу вам одной рукой неудобно мне так ну вот ширина ширина его 31 сантиметр получается ну на 32 где-то до 31 32 сантиметра где-то и само горлышко горлышко сложный пополам получается так 8 сантиметров до а нет 18 сантиметров 18 сантиметров и тогда надо вам вязать получается 36 сантиметров горлышко но где-то 36 40 сантиметров потому что тут еще же подшиваться будет до значит тогда 40 сантиметров убираем на подшивку да ну вот повторюсь что это половинка до получается надо половинка 20 около 20 сантиметров в общем если быть точно здесь показывает 18 сантиметров если быть точно да и ширина сейчас секундочку так ширина показывается 50 сантиметров вот так показывает да ну не забывайте что тут еще будет давать подшиваться молния как-то но вот смотрите тогда сами я вам дала ориентировочная до размерчики но вы же сами решайте так и молния размер молния сейчас скажу размер молнии так размер молнии где-то примерно 17 сантиметров и здесь такая тоненькая вязка надо на тоненьких спицах вязать и еще меня в очередной раз просили показать модель моей кофе-машины у меня delonghi динамика не помню цифрки по моему что такое 35 что-то такое там высоко цифрки не помню точно но вот так вот она выглядит кофе-машина моя всем привет дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале ну а теперь я знаете чем буду заниматься прополкой своего аквариума долго настраивалась но сегодня такой день более менее у меня свободный и решила посвятить его своим аквариумом ну что наконец-то я настроилась на прополку а то бедным рыбкам плавать уже негде вот сейчас этим и займусь особенно это растение видите как выросла все сейчас редки будут в шоке потревожу их как разросся этот куст просто огромный и еще с такой же там в аквариуме посмотрите вы обалдеть какой большой вот еще 2 такой же еще плюс это длина степелька сейчас на врачу здесь нам учу сейчас доставим 2 видите какой но сейчас остальные растения тоже по вытаскиваю подрежу и посажу их обратно весь процесс показывать не буду потому что мне тяжело и снимать и заниматься аквариумом оператора у меня нет я все делаю сама поэтому покажу вам уже конечный результат делала прополку собрала в ведро куча растений и сразу выложила объявления на портал объявлений до сс . лв ну вот и продолжала дальше аквариум чистить пока чистила аквариум мне уже позвонили приехали и забрали это ведро растения буквально в течение часа его забрали очень хорошо потому что я не люблю куда долго стоят растения ведре переживаю за них что они могут испортиться растений очень много таких кусты хорошие да слава богу что их забрали и сейчас вам покажу какая красота у меня в аквариуме какая свобода рыбам ну и вот теперь рыбкам есть где поплавать свобода все счастливы особенно счастлива я что эти ты какое-то время могу не переживать что рыбкам тесно всего прополола подрезала растения ну через несколько недель опять будет все то же самое у меня растения хорошо растут в аквариуме довольно таки быстро но всем хорошо и мне тоже а сейчас я хочу ответить на комментарий тут меня спросили рута в детстве у меня была подружка рута мы жили соседних домах возможно это бы просто много лет прошло где именно каком доме жила я жила на против дворца спорта на улице артиллерия с 13 такой желтый дом четырехэтажный рядом с клубом с клумбой он был со стороны этот дом да это где вот спортивный зал бог для гимнасты занимались да и даже в окно могу на наблюдать к там где в гимнасты прыгают да вот желтый дом клумба до артиллерии с 13 вот именно там я жила прямо прямо где задний ход дворца спорта где выезжала машина и выкидывал этот снег когда вот чистили лед и сюда мы радовались что летом у нас был снег всегда мы могли забраться на него вот именно в этом доме я жила надеюсь я ответил на ваш вопрос и еще вот такой вопрос рута а кто бы по национальности имя латышская русский язык наверное ваш родной так так как нет акцента спасибо по националисты я у меня мама полька отец литовец они из литвы переехали в латвию и здесь в латвии уже родилась я и я ходила в русский детский садик потом ходила в русскую школу да мои родители только разговаривали на литовском русские они по моему даже когда сюда переехали наверно плохо разговаривали но вот или хотя возможным когда не в школе на научились нары там выучили они русский язык дани когда в литовской моя мама училась литовской школе до аначе рассказывал что и дразнили она не знала русского языка да и этом дразнили потом она выучила русский язык но вот потом они приехали сюда в латвию но естественно меня отдали в русскую школу так что можно сказать что они из литвы да можно сказать что я литовка и поэтому вот я без акцента говорю по-русски потому что училась русской школе но а имя рута она не только латышеская но и литовская в литве тоже есть такое имя рута мой отец очень хотел чтобы именно меня звали рута не даме как-то вот раньше никогда не нравилось мое имя да потом как-то ну как-то весом нравятся другие какие-то именно ну не знаю и когда я слышу она не такое часто это имя и когда я слышу что кого-то тоже по вы трута не так непривычно всегда я смотрю вам очень понравилось видео где рассказывала про цирк как и туда попала очень такие хорошие комментарии были после этого видео спасибо вам большое и чем я занималась после 30 лет якобы до 30 я в цирке была но ушла в семью родился сын ушла в семью занималась семьей ну ходила конечно еще спортзал она продолжала заниматься спорт как бы не бросала до сих пор спорт не брат не бросила даст она занимаюсь ну просто ушла в семью как я уже говорил я более такой семейный человек но с циркачами мы встречаемся каждый год мы обязательно встречается со своими со своим коллективом назначаем где-нибудь встречу договариваемся где и хорошо проводим время до сих пор да вот мы все общаемся до сих пор у нас оговорила очень крепкий коллектив на про цирке могу рассказывать очень много и бесконечно но могут как-нибудь опять затронуты тему может поговорим что-нибудь еще вам расскажу интересненько и еще должны пустали якобы ну вот на самом интересном месте прервались но тебе пристал рассказывать дальше но это очень много могу говорить данную однако какой-нибудь настрой от всякого с вами и поговорю тогда возьму вы с каким фотографии да и будет такой альбом воспоминания у меня уже было У вас было такое видео «Альбом Воспоминания». Но вот ещё такое видео «Альбом Воспоминания». Надо просто настроиться на такое видео, поговорить. Если вам это так зашло, так интересно, я смотрю, судя по комментариям. Я просто думала, может, не всем будет интересно, поэтому я не так часто разговариваю на эту тему. Но если вам интересно, может поговорим, тогда пишите в комментариях, интересно вам будет эта тема. Я могу рассказать некоторые истории, которые рассказывал нам тренер из своей цирковой жизни. когда они с Маргаритой Фимна со своей женой выступали в цирке, они в одном номере выступали в цирке, рассказывали всякие интересные случаи, казусы всякие интересные рассказывали. Могу и это вам тоже рассказать, просто напишите, интересно вам будет это или нет. Потому что мне кажется, может это цирк, это моё, там всё. А я думаю, ну кому это будет интересно. Но если вам будет интересно, можно поговорить на эту тему. Ребята, сейчас прилетёл такой приятный комментарий, хочу вам его зачитать. Анна Корбакова написала, Рута, здравствуйте, я помню ваше выступление, мы ходили с сестрой, с мужем, будущим в тот момент, и восторгались, какая яркая, красивая, стройная и талантливая девушка выступает. Волосы всегда красивые, ухоженные, браво, спасибо. Ой, спасибо вам большое за такой комментарий. Вообще, как можно было запомнить, я вообще не представляю, вот если честно. Ну, я тоже там хожу, там когда-то что-то смотрела, там ходила, да. Ну вот, я в жизни бы не запомнила бы, наверное. Мне так кажется, я не знаю. Конечно, мне очень приятно читать такие комментарии. Спасибо вам огромное. Да, ребята, зашла эта тема. Вот опять благодарный комментарий. Рута, спасибо. Добрый день, Руточка. Огромное благодарность за рассказ. Сразу такая ностальгия нахлынула. Стала вспоминать сразу своих латышских друзей. Мы и в цирк ходили тоже. Эх, молодость, веселье, радость, Латвия. До недавних пор они ко мне регулярно в Питер приезжали. Ещё раз огромное спасибо. Обнимаю вас. Вам тоже огромное спасибо. Таких комментариев, ребята, очень-очень много. Я даже, вот честно, удивлена. Вот честно, ну, слушай, ну, надо быть. Раз только комментариев таких поговорю с вами, возьму, достану альбом. Может, о каждом номере буду вам рассказывать, да. Поговорю с вами тогда на эту тему, да. Покажу какие-то фотографии тогда. Посвящу такое видео обязательно тогда. Видите, у многих ностальгия, да, ребята, это ностальгия, да, по прекрасной молодости, прекрасному времени. У меня было прекрасно. Я думаю, у многих было прекрасное время, да. Вот если такое сравнение вот это время, которое сейчас, и то время, то время, вот я скажу, оно было такое душевное. Может быть, потому что мы были молодые, я не знаю. Он такой был интересный, такой вообще. Мы такие, как зажигалочки все были там. Там вечно каких-то, на каком-то адреналине, на каких-то эмоциях, вечно что происходило в жизни. Может, это потому что молодые были, я не знаю. Вот я, ну, в общем, друзья, вы меня понимаете, да, кто моего возраста. У нас есть, что вспомнить. Вот, в самом деле, есть, что вспомнить. Правильно? А что будет наши дети вспоминать, я не знаю. А вот нам есть, что вспомнить. И есть, и мы можем сравнить то время и это время. В каждом времени, конечно, есть свои плюсы. В том времени более люди, более добрые, более душевные, более активные. Да, у нас, смотрите, весь спорт был бесплатный, медицина была бесплатная, всё было бесплатное. А чем лучше это время? Только, наверное, тем, что сейчас можно ездить по разным странам. И доступность, да, любой товар доступен. У нас тогда не было изобилия такого товара, да, даже одежды нормальной не было. Всё время надо было по блату доставать, да, наверное, одежда. Как-то такое вот время было. Но со мной время было замечательное. Ну, не знаю. В общем, в каждом времени есть свои плюсы, свои какие-то, наверное, минусы. Ну, да, там ностальгия, потому что, потому что у меня хорошая была молодость. И да, вот ещё тут написали, что сделали сейчас из нашего цирка. Это, говорит, не цирк, а торговый центр. Это точно. Взяли, испоганили весь цирк. Была такая изюминка, да, наш цирк. А что из него сейчас сделали? Ну, это просто. Мне даже туда и идти не хочется. Вообще не хочется. Это даже вообще даже не хочется. Может быть, стоило бы сходить, поснимать там. Может быть, как-нибудь буду в центре, может быть, зайду. Ну, вообще, если честно, даже заходить не хочется. Потому что то, что было и что стало, это такую безвкусицу сделать, это просто отстой сейчас, а не цирк. Да, ещё спрашивали, почему детей не отправила там всё. Ну, потому что уже сын родился, когда я уже перестала цирком заниматься. Ну, ему это и не надо было. У него другие были интересы. Мы его на футбол отдавали. Новая дочка у меня ходила. Она приводила её в цирковую студию, всё приводила. Потом я её... Сама когда ушла из цирка, на точках-то ушла, я её отправила на художественную гимнастику. Там у меня ходила. Нет, спортом мы не занимались. Каждый там своим спортом, да. Ну вот. А дальше как-то цирком не пошло. Ну, нас забрали, как я говорила, началась перестройка, забрали помещение. Потом мы то в одном помещении занимались, то в другом. Ну, это всё уже было не то. У меня там уже личная жизнь, там, знаете, там, ну, семья, как говорится. И уже не было той атмосферы, когда вот было наше помещение, когда наши были тренера живы, да, уже, ну, уже всё как-то не то было, да. Ну, ну вот как-то так. Да, ребята, кстати, я, кто смотрит мои каждые видео, те помнят, в одном из видео я говорила, что в новостях говорили, что выделили денег на медицину, и те люди, кто не посещали, там, не ходили к семейному врачу больше трёх лет, будут присылать приглашение на профилактический осмотр. Ну, вот, наступил этот день, мне даже не приглашение прислали, мне даже лично позвонили и сказали, что вы давно у нас не были, не хотите ли вы, например, весной к нам записаться, и мы вас отправим на профилактический осмотр. Я говорю, а что именно? Он говорит, ну, на анализы, там, может быть, ещё каким-то специалистом вас отправим. Я говорю, хочу. Они говорят, ну, приходите к нам весной. Лучше, говорит, весной приходится, не сейчас, а лучше, говорит, весной. Запишитесь, приходите. Я говорю, хорошо, приду обязательно. Представляете? А я говорю, с кем разговариваю? Они говорят, это медсестра. Я говорю, они говорят, вы давно у нас не были, не мешало бы вам, говорит, провериться. Я говорю, да, не мешало бы, я согласна. Просто я говорю, у вас всё время эти интерны, постоянно врачи меняются, поэтому я не видела смысла приходить. Ну вот, мне сказали, что сейчас уже постоянно будет врач, уже вроде как меняться не будет, приходите, короче, весной. Я говорю, хорошо, приду. Так что, видите, я же говорила, что, скорее всего, мне будет приглашение прийти на осмотр. И вот это приглашение есть. Я действительно, я, ой, тут, тут, и слава богу, как мне моя сестра двоюродная говорила, она говорит, ничего не беспокоит, и не ходи, а то придёшь здоровая, и уйдёшь больная из поликлиники. Вот поэтому я и не ходила. Ну, тут позвонили сами, думаю, нет, ну, надо хотя бы сдать анализы, там, на витамины хочу проверить, себя, что-то мне хватает в организме, да. Здесь какое-какие жалобы у меня, там, хочу пожаловаться, да. Ну, вот, и хочу, вот, может быть, желудок провериться, я не знаю, потому что это и жёдает периодически меня мучает. Ну, вот, в общем, пойду, пойду. Так что, видите, позвонили даже, не то, что там письмо про соля, позвонили даже. Вот так вот, ребята. Словно ветер не бросают. Ну, что, дорогие друзья, огромное вам спасибо за ваши такие тёплые, добрые комментарии. Мне очень было их уютненько и тепло их читать. До того я получала наслаждение от прочтения ваших комментариев, да. Чувствовалось от них такое, знаете, тоже ностальгическое что-то. Такое-то вот, такое тепло от них чувствовалось, да. Вот, как вы говорите, я душевно рассказывала, да. Вот так я чувствовала, что ваши комментарии тоже были очень душевные. Я даже сама удивлена, что вот так вот всё сошлось, всё получилось. Вам понравилась тема, а у меня ваши вот эти вот комментарии, да. Вот всё как-то так, всё очень-очень хорошо соединилось. Спасибо вам огромное, да. Ну вот, поэтому тогда я как-нибудь затрону ещё эту тему вместе с фотографиями, буду вам рассказывать, показывать. Я думаю, вам тогда понравится это видео. Я просто не знала, знала бы, так, может быть, раньше такое видео уже отсняла бы. Ну, буду знать тогда. Но, во всяком случае, напишите вы в комментариях, надо такое видео сделать или так? Хочешь, делай, хочешь не делай, да. Сижу, монтирую видео, уже попрощалась с вами дома, но решила вставить ещё один сюда кадр, потому что по теме, да, потому что прилетел интересный комментарий, да. Вещи-то не буду, просто зачитаю там концовочку. Так, если там гуляли, а цирка в сторону уголка Дурова, это про московский цирк, он пишет, когда я ездила выступать, то есть ещё одна достопримечательность, если идти в сторону уголка, то, то пройдя по саду, вы с правой стороны, на пригорке находится старое здание с большими, с большими дверями, деревянными. Эту дверь открывает в известном фильме Высоцкий, и как раз на крыльце этого дома подкладывает кошелёк к кирпичу Садальскому. А, вместо встречи изменить нельзя, фильм, да. Но рядом театр кукол Образцова. Вы наверняка там были. Николин наверняка помог с билетами. Рута, вам тогда удалось посетить театр Образцова? Он тогда ещё в моде был. Нет, не удалось, Александр. Ну, я вам ответила, вам комментарии, но слишком много писать не стала. Думаю, лучше отвечу видео. Потому что мы очень много выступали. У нас в день было по несколько выступлений. И мы бегали с одной площадки на другую площадку. В цирке там за один день несколько выступлений было, да. Потом вне цирка мы ещё на улице там выступали, да. И, в принципе, почти свободного времени не было. А когда было свободное время, я помню, мы ездили на экскурсию на автобусе, да. Я уже не помню, куда нас возили, уже этого тоже не помню. Но зато помню, что мы посетили Новодевичье кладбище. И там, когда вход в это кладбище, там стоял, помню, стоит памятник Высоцкому. И я помню, сколько там было цветов. Там к этому памятнику было не подойти. Там было огромнейшее количество просто цветов и народу. И все были у этого памятника. Ну вот. Так же мы еще там посетили могилы многих известных артистов. У Инги Барова мы были, да. Ну вот, потом 40 дней было, еще не было памятника Миронову. Потом у этого второго, господи, уже забыла, Папанов. У Папанова мы были на могилах. В общем, у многих артистов мы были на могилах. И на этом кладбище похоронен наш тренер Борис Иванович. Ну вот. И к нему мы тоже заходили. Да, мы, в принципе, ехали как бы вот к тренеру, да, и вот посетили еще могилы известных артистов тоже. Вот это вот я помню. Саму экскурсию я уже не помню. Да. Я много чего не помню. Но все равно было интересно. Было интересно. И спасибо вам большое за комментарий. Ребята, сейчас наблюдаю такую картину. Приехала полиция и знаете, что нас фотографировала? Она сфотографировала вот сосульки на этом доме. Сейчас в темноте не видно, но там висят очень большие сосульки. Они включили такой фонарь яркий и прямо эти сосульки так выделяли. Сразу так видно было. Вот сейчас я увеличиваю видео. Вообще их не видно. Но там очень большие сосульки. А знаете, почему они фиксируют сосульки? Потому что на днях у нас убила человека сосулькой. Упала сосулька и прямо на человека. И насмерть его. И вот они сейчас везде фиксируют. И где вот эти сосульки, где хозяин дома не убрал, наверняка будут присылать штрафы за эти сосульки. Потому что у нас вот эти хозяйские дома хозяин обязан чистить крыши и убирать эти сосульки. Ну вот. А я смотрю здесь тоже вот еще другие дома тоже сосульки висят. Но я думаю они, наверное, именно вот где тротуар, наверное, там, наверное, фиксируют. Ну, не знаю, будто они фиксируют где-то во дворах, не знаю, да. Но вот дорога, тротуар, вот там они фиксируют. И прямо, знаете, такую лампу включили, она прям такая, знаете, засветилась, такая, прям на эти сосульки, знаете, и они такие, такие яркие-яркие стали эти сосульки. Просто обалдеть, да. А так вот смотрю, их вообще не видно. А я смотрю, думаю, что полиция приехала. Знаете, они такие встали, смотрят, включили, да, и светят. Зафиксировали, сейчас сидят в машине, ну, наверное, там, не знаю, что-то, что-то выписали. Сейчас, главное, так еще развернулись, да. Там ехала скорая, они освободили, прямо, чуть ли не это самое, чуть ли не в адмонс туда заехали. В общем, и мигают тут со своей мигалкой прямо по глазам мне. Ну, в общем, ребята, вот такие вот дела, да. Вот буквально недавно убила человека. А еще тоже, буквально несколько, пару дней назад тоже пожилой мужчина ехал на своей машине и сбил двоих человек. Ребенка насмерть, ребенок, девочка, по-моему, девочка, кажется, подросток, не знаю, не помню точно, да, и мужчина, а мужчина в тяжелом состоянии в больнице. И знаете, сколько лет было этому человеку, который был за рулем, девяносто один год. Ребята, представляете, девяносто один год. Ну, я не знаю, ну, это что уже совсем там уже такое, ну, хотя есть люди, их сто лет хорошо выглядит, да, но вот это он был девяносто один год, и вот сбил двоих людей. И машина такая довольно-таки крутая у него, да, откуда у него такая крутая машина? Наверное, дети, наверное, хорошо зарабатывают дети, да, раз такая у него крутая машина. Ну, девяносто один год, ну, это уже по-любому, я не знаю, когда мне будет девяносто один год, я не знаю, я уже даже за руль не сяду. Ну, вот такие вот дела, ребята. Так что, сейчас вот видите, за снегурочек, да, штрафуют, но если машина не почищенная, вы знаете, называют такие машины снегурочками, за сосульки штрафуют, в общем, штрафуют, за все, шаг влево, шаг вправо, штраф, имейте в виду. Ну что, наверное, я закончу свой влог сегодняшний. И давайте, как всегда по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и увидимся, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok